здравствуйте здравствуйте анастасия что делать тем кто приходит утром на работу стоя перед зданием думает зачем я сюда пришел я хочу домой работу но это однозначно мы говорим о том что если человек болеет своим делом если он горит своим делом он на самом деле поглощать поглощен процессом он настолько в нем растворяется что действительно поднимает глаза о неужели пора домой и но эти условия должны быть созданы эмоциональное выгорание это история в которой на 95 процентов есть вина работодателя то есть не созданные такие условия для человека в которых он готов работать в которых он готов трудиться и вот полностью себя проявить часто же люди с тем сталкиваются они получают какие-то задачи и у них уходит работа в стол возникает вопрос а что я вообще здесь делаю деньги это здорово это классно но мы работаем большинстве своем для того чтобы сам реализоваться деньги это приятная компенсация затраты нашего труда а вот если мы не чувствуем своей значимости если мы не чувствуем свои нужности на работе поддержки кому-то нужна команда кому-то нужно наоборот уединение какие условия чтобы он сел и занял своей работой чтобы его ничего не отвлекало то деньги здесь мало будут мотивировать выполнять свою работу на 100 процентов а может быть даже и больше а может быть кому-то надо больше свободы вот вчера с коллегами обсуждали и пришли к выводу что для того чтобы не мечтать и уйти на больничный нужно просто подойти к руководству и сказать сегодня все что хорошего сделать я уже сделал все что я мог сделать хорошего сделал если я останусь сегодня здесь еще хотя бы на час я могу сделать только хуже отпустите меня домой но это моя мечта прям чтобы работодатель на самом деле услышал у нас есть разница в поколениях да и если наши предыдущие поколения не работали они готовы были вот от звонка до звонка трудиться да не покладая рук на благо общества то дальше вектор смещается дальше человек трудиться уже на свое благо и получается что если его принуждают но нет ты высиживай да ты сделал работу но ты все равно высиживай потому что ты должен этим заняться здесь вот как только появляется слово должен это сразу мы смещаемся ценности человека когда не совпадает то что человеку нужно делать и что входит его ценности происходит очередное выгорание а если еще работодатель не готов как-то подвинуться и сказать ну ладно окей ну хорошо но уйдешь сегодня там папа раньше там или еще как-то главное чтобы у тебя был перечень дел выполнить ну то есть не просто так есть всякие планирование джайл канваны да когда отмитинговали поставили себе определенные какие-то задачи на спринт и люди пошли их выполнять если мы видим что все задачи выполнены просто отсиживаться на работе но это демотивирует сотрудника полностью даже понимая что у него полностью это время оплачено особенно это касается молодого поколения а мне кажется еще касается тех у кого ненормированный рабочий день когда от тебя постоянно хотят даже когда ты уже дома но при этом ты должен досидеть до шести это до семи до восьми а потом тебе еще в 9 напишут скажут ты почему это не отвечаешь то что такое и ты невольно начинаешь задумываться да ё-моё да он же в обе стороны мира ненормированный рабочий день то работает это границы это нарушение границ а или это должно быть озвучено на первом этапе на этапе договоренности что да у вас будет так и человек принимает решение да хорошо мне так подходит а если это меняется в одностороннем порядке уже в ходе работы конечно же человека начинает раздражать и это все потому что заходит на его границ а вообще какие бывают тревожные звоночки вот выгорания на работе ну помимо того что там перед работой стоишь думаешь не хочу туда пойти но начинается все чаще всего с какого-нибудь там воскресенье с выходных когда люди заболевают они реально заболевают у кого-то начинает болеть голова у кого-то начинает там крутить живот или еще что то то есть ну вот моя любимая психосоматика она проявляется и человек сам себе помогает этой болезнью да условно говоря все это говорит о том что к работе здесь ну вот прям человек не может подступиться дальше бывает история когда развивается даже депрессия депрессия панические атаки если человек не может что-то поменять на своей работе и не может это отдать своему работодателю может могут случаться панические атаки а дальше у меня вот клиентка да у нее депрессия я веду клиента депрессии проблемы на работе какой-то момент она пишет у меня сейчас критическая ситуация там руки трясутся мне плохо я не могу сосредоточиться не могу сконцентрироваться мы здесь же просто упражнение на стабилизацию я дала и буквально в течение нескольких дней она отписывается все меня уволили с работы но я почувствовала облегчение понимаете вот эта связь она настолько интересно человек чувствует облегчение когда у него проходит эта проблема почему люди держатся за такую работу страх потерять финансы страх потерять какую-то опору в жизни да мы понимаем что без денег но прожить невозможно особенно еще какие-то финансовые обязательства сейчас наверное у каждого второго человека если не у каждого первого и когда мы начинаем это раскручивать все это приходит к тому что я умру голодный смерть ну вот это прям вот в ходе терапии да первобытный вот этот страх умереть от голода нет денег умереть от холода и здесь мы уже начинаем разговаривать о том что оправдали уход с нелюбимой работы если уже случилось это выгорание если уже случилось и стоматизация там панические атаки правда ли вы умрете от голода если вы уйдете из этой работы то есть масса вариантов ну да пусть это будет менее оплаченная работа оплачиваемая работа да может быть другой график какой-то не совсем удобный может быть будет подальше от дома но на какой-то момент можно найти план б чтобы дать себе отдохнуть прийти в себя потому что невозможность самореализоваться нахождение в жестких рамках которых человек не может находиться они рано или поздно они неизбежно приведут как раз таки к этому выгоранию а что если человек вот выгорел но при этом он говорит не уйду вот люблю свою работу все заключается в том самом секрете больше отдыхать найти время для отдыха чтобы выдохнуть вот работу люблю но утром прихожу и не хочу на нее если работу люблю а на работу не хочу значит все дело в руководстве постановки задач команде да в которой человек работает или в ее отсутствие возможно в непринятии человеку нравится сама деятельность но все остальные обстоятельства которые окружают эту деятельность человеку не подходит и мне хотелось бы сказать люди отдыхайте больше у вас все наладится но это неправда но это неправда и и обстоятельства которые допустили выгорание они должны быть решены они должны быть стабилизированы если они да конечно восьмичасовой сон это прекрасно прогулки это прекрасно а восполнение там какого-то эмоционального фона да можно там заняться активностями которые приносят удовлетворение но сам факт работы и что туда надо идти и что там что-то не так будет выбивать человек решить надо саму проблему мы доходим до самой проблемы что именно там не так и насколько возможно бежать от проблемы это не выход к ней нужно повернуться и как бы там не было страшно неприятно и опасность что уволят там или еще что-то нужно повернуться к этой проблеме и ее решить вот предугадали мой следующий вопрос я хотела как раз спросить а как-то без увольнения можно я не знаю как с осенних android там включить себе свет поярче окружить себя приятными вещами горячую ванну перед сном принимать какие-то простые такие вещи которые помогают маленько облегчить это состояние вы говорите вот нет да если мы говорим о том что человек забился в угол его ну грубо говоря там обижают да навешивают на него обижают такое слово навешивают на него лишнюю работу звонят ему в нерабочее время а человек продолжает брать трубки но так будет скорее всего и на другой работе пока человек не повернется и не решит эту вопрос этот вопрос и не поставить рамки что ребят мне нельзя звонить после рабочего времени мои должностные обязанности не включают выполнение вот этого функционала то есть здесь человек должен вернуться к своим границам и тогда да тогда можно обойтись без увольнения если его услышат если его примут его требования ну пожалуйста можно продолжать дальше ситуация уже будет устранена который запускает недовольство своей работой опять же мне кажется это беда чаще у тех кто не умеет говорить нет этого большинство работы работодатель навешивает именно на того кто не может отказать да это же очень удобно ну то есть если нужно что-то сделать всегда есть люди которые не скажут нет которые готовы работать 24 на 7 у них есть свои какие-то выгоды у этих людей почему они так делают возможно они действительно боятся потерять работу потому что там какой-нибудь синдром самозванка где я еще пригожусь а куда я еще пойду кому я еще нужно но это прям нужно смотреть но если есть такие люди ими обязательно воспользую я не просто так эту тему начала осенью потому что именно осенью чаще всего мы начинаем говорить о выгорании на работе почему-то и вот как раз в этот момент осеннее хондра начинается а бывает так что люди путают она и как-то не перекликается или может быть вообще одно на другое наслаивается и усугубляет просто но вот осенняя хондра да здесь прямо хочу отдельно остановиться потому что хондра и депрессия разные вещи хондра это нормально осенью снижается настроение осенью весь мир замирает да злой мир и готовится к зиме поэтому если мы понимаем что идет снижение настроение идет какая-то более медленная плавная какая-то реакция на что-то здесь нужно к этому относиться спокойно настроение не может всегда быть повышенное настроение имеет свойство повышаться и снижаться и это нормально а вот если у человека наступает депрессия а мы знаем что депрессия сейчас она там на втором или на третьем месте стоит да по заболеваемость и прогнозирует в дальнейшем увеличение процента распространенности депрессии и это болезнь ее нужно лечить она отражается на всех сферах то есть нельзя просто так взять и там как в том анекдоте у меня была депрессия я работал над собой теперь у меня депрессии и панические атаки над собой невозможно работать когда у человека действительно депрессия ей занимаются психиатры совместно с клиническими психологами диагноз выставляет врать клинический психолог проводит диагностирование проводит опрос и если у человека подтверждена подтвержден диагноз депрессия безусловно на работоспособности это очень сильно будет отражаться там и снижение аппетита и вообще в принципе не радует ничего но там на самом деле три основных три второстепенных дополнительных критерий есть депрессии это не просто так обленился и осенью чаще всего вот затяжное снижение настроения может привести к депрессии но депрессия это не менее двух недель вот этого стабильного состояния когда ничего не хочется когда нет сил и вот просто хочется лечь даже не то что хочется сил нет подняться на принятие каких-то решений естественно на какие-то действия человек просто не в состоянии это делать здесь нужна фарма терапия и терапия психологом и нужно чтобы это было параллельно ну мне кажется тут проблема есть проблема в диагностике не потому что у нас специалисты какие-то не такие а потому что люди не готовы идти у нас же как депрессия вообще не считается заболеванием ты подумаешь внутри ты сопли все нормально будет сейчас у нас же как что-то ноешь все это действительно это большая проблема потому что я много работаю врачами в том числе и с театрами мы ведем совместно пациентов депрессии но с врачами терапевтами кардиологами да если ним обращаются пациенты и врач посмотрел подиагностировал что все в порядке сдали кровь банально клинический анализ крови расширенные там циклитарной формулой да посмотрели биохимию посмотрели все показатели в норму врач пациента посмотрел и сказал вам надо к психологу пациент начинает обижаться я что по-вашему какой-то ненормальный что ли что вы меня туда обижаете отправляете и они не идут пациенты это это стыдно но к психологу и психиатру идти не стыдно на самом деле это те специалисты которые помогают врач общей практики не занимается но это точно так же как врача общей практики посадить ну допустим за гинеколога да но он не посмотрит он он врач но он на этом не специализируется точно так же врач терапевт на психиатрии не специализирует и помочь он ну ничем не сможет только перенаправить его к нужным специалистам но опять же у нас большинство не идет потому что вот тоже вот к разговору с коллегами когда ты говоришь все мне нужно идти к специалисту тебе говорят ну ага у тебя права заберут и будешь сидеть на таблетках и и все и не шага блин а как же но на самом деле это конечно не влияет на то что заберут права да возможно я сейчас там откроют и подводные камни но если человек обращается в государственные учреждения есть единая система то потом при обращении на медкомиссию для продления допустим прав да или для оружейной комиссии конечно он попадает в общую базу но есть частные медицинские учреждения и работают прекрасные врачи театры психотерапевты которые очень бережно относятся к своим пациентам и можно всегда будет обратиться туда для того чтобы было назначено лечение именно подходящее конкретному человеку да с конкретным случаем ну и соответственно потом это будет точки контроля как работает фарм терапия и в идеале если вещи есть у психологов вот мы ведем с психиатром совместно пациентов и они показывают очень хорошие результаты потому что у нас есть связь и мы обсуждаем как у пациента откликается фарм терапия как он себя ведет и как он прорабатывает со мной терапии какие-то вещи которые запустили у него депрессию депрессию нужно лечить если ее просто подавить препаратами она вернется такая коварная а если вернуться не к депрессии а к осенних андре есть какие-то способы психологические самопомощи чтобы избавиться от нее ну или опять же облегчить как-то этот осенний период я просто вот я не знаю я безумно осень люблю я гуляю фотографирую оранжевые листочки и мне комфортно в этот период я не знаю почему другие страдают не у всех такое восприятие позитивная мира и осенних листочков и голых деревьев с одним засохшим лицом который болтается на ветру но здесь в идеале поменять активность вот сенсорный голос который возникает недостаток вот этих красок вот этих солнечного света осенью начинают работать театры выставки это прекрасно можно переключиться да сходить в музеи поменять вот как мы уже говорили цвет одежды дополнить яркими красками образами аксессуарами интерьер можно в интерьере что-то добавить дать красок недостающих красок осенних чтобы они были медитации я очень люблю медитации это как раз таки не про то что бодрится а наоборот за то чтобы успокоиться замедлиться есть прекрасные техники для стабилизации сна кстати здесь про сон тоже обязательно нужно нормализовать режим сна и бодрствования 8 часов сон это просто какая-то необходимость номер один да ну и все таки я как человек работающий с медициной я призываю сдать кровь посмотреть что со стороны организма никаких проблем нет то а действительно ли это хондра или может быть там снизился гемоглобин упало железо и от этого у человека ну то есть человек нуждается в витаминах человек нуждается каких-то дополнительных средств которые помогут ему именно на уровне здоровья позаботься 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 здоровье шоппинг да любители шоппинга обычно да когда плохое настроение от любой от любой болячки есть шоппинг идешь в магазин и все скупаешь я просто вспомнила мем как раз вчера видела в тему что типа ну все в этом году осенняя хондра ты до меня не доберешься вот на тебе вот спонтанная покупка вот на тебе вторая спонтанная покупка как тебе что-то теперь скажешь да да шоппинг ну если он кому-то помогает я знаю людей которых раздражает их раздражает большое количество людей вокруг музыка гул ну и цены конечно периодически тоже раздражают поэтому выбирать нужно активность под себя любите фотографировать прекрасно хотите фотографируйте этот осенний пейзаж хотите ходить на шопинг порадовать себя новыми какими-то покупками да пожалуйста поднимет настроение это прекрасно главное во первых тебя не нужно ругать за сниженное настроение это нормально и заботиться о тебе два главных правила спасибо вам огромное мне кажется очень очень много прям очень нужных вещей сказали я я готовлюсь к шоппингу спасибо до свидания